Друзья, привет! С вами Джамбу Макс и в этом видео я расскажу о том, когда покажут нам игры для Xbox Series X. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вам нравится контент об Xbox и вы хотите помочь каналу в развитии. Спасибо и давайте начнем. А начнем мы с того, что вчера вечером, сразу же после показанного дебютного триллера нового Ассасина, в котором, кстати, в конце показали логотип Xbox Series X, команда Xbox анонсировала Xbox Insight, на котором нам покажут игры, запущенные на Xbox Series X. Так скажем, первый взгляд геймплея. Вот мы и дождались Нексгена, ребят. Если что, презентация пройдет 7 мая в 6 часов вечера по Москве, поэтому обязательно пометьте себе в календарике эту дату и время, и обязательно приходите ко мне на стрим, чтобы посмотреть и обсудить это шоу вместе. Стрим будет на этом канале. Если что, это не полноценная презентация консоли нового поколения и не самое глобальное событие, посвященное новой консоли. На этом шоу нам покажут игры сторонних студий и издателей, и, возможно, расскажут какие-нибудь подробности того же X-Cloud. Кстати, он, скорее всего, будет не такой уж и бесплатный и будет частью подписки Xbox Game Pass. Сразу вас предупреждаю, чтобы вы не накручили себе супер-мега ожидания. На инсайде не стоит ожидать трейлера какой-нибудь новой Фейбл или Форзы. Презентация, которая будет посвящена эксклюзивам, будет летом. Тогда нам и покажут во всей красе консоль нового поколения, а может быть и консоль Ли, если, конечно же, Xbox Series S все-таки существует и ее там анонсируют. А на ближайшем инсайде, по информации, нам точно покажут геймплей нового Assassin's Creed про викингов, ну и еще какие-нибудь проекты. Кстати, если что, уже известно, что тот же новый Assassin's Creed вместе с Cyberpunk 2077 войдет в технологию Smart Delivery. Напоминаю, что это фича от майков, при помощи которой вы сможете купить игру один раз, и она у вас будет доступна бесплатно и на новом поколении консолей. То есть, купив, к примеру, нового Assassin's Creed для Xbox One для Xbox Series X, вы получите его сразу же после выхода и совершенно бесплатно. Ну, поскольку вы уже купили игру, и не важно, что для старого поколения консолей. Но самое интересное то, что это будут не просто скачиваемые графические улучшения, как это делали на Xbox One X, а уже полноценные версии игр нового поколения, сделанные с нуля под новую консоль. Кстати, если вы вдруг хотите быть в курсе всех таких вот актуальных новостей, связанных с играми и консолями, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте, где вы это без проблем найдете. Там, кстати, сейчас проходит челлендж по передаче геймпада. Короче, ссылочку на группу оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. Вы, скорее всего, заметили по моей подаче, что лично я жду данное шоу. Но, наверное, многие не понимают почему, ведь, по сути, инсайд чаще всего бывает слабенький. И что с этой мультиплатформы вообще взять, ведь нужны эксклюзивы. Данное шоу мне очень интересно больше не из-за самих игр, хотя они тоже, ой, как немало важны, а именно из-за их графических отличий. Дело в том, что у меня вот прям чуйка, что все игры, которые будут показаны на Xbox Series X, ну, на инсайде, в большинстве своем будут старые анонсы на Xbox. И каких-то мега-крутых секретных проектов вряд ли мы там увидим. Весь сок, опять же, по моему мнению, будет именно летом, когда и покажут во всей красе новый Xbox Series X. В этом шоу, на данном этапе, мне очень интересно увидеть именно графическую разницу в этих играх по сравнению с нынешним поколением. Кстати, помимо Ассасина, по моему мнению, могут показать геймплеи Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Dead Island 2 и какие-нибудь инди-проекты. Мне кажется, что их как раз-таки будет большинство, и именно эти проекты будут не анонсированные. А складывается у меня такое ощущение из-за самого шоу Инсайд. Ну, поскольку невероятно масштабные, на нем не особо показывают. И чтобы не строить заоблачные ожидания, я слонен именно к этой версии событий. Но самый сок в том, что эти игры, которые нам покажут, будут отражать, по сути, всю мощь и красоту новых консолей, и то, из-за чего мы должны будем перейти на них. По информации Windows Central, тот же Ассасин Крит на Xbox Series X работает при разрешении 4К с технологией HDR. И, как по мне, данная информация не особо впечатляющая, поскольку тот же Xbox One X тянул прошлые части в таком же виде. И, как по мне, ну, как-то странно делать на этом акцент в новом поколении. Какова будет разница, сказать сложно, но, по сути, нас должны будут все-таки удивить, поскольку в новых играх, помимо повышенного фреймрейта и разрешения 4К, как по мне, должно будет использоваться, как минимум, та же трассировка лучей, которая сможет сделать игру значительно лучше. В общем, чтобы не гадать, давайте все же дождемся 7 мая, и все это сами увидим. Напоминаю, что это шоу я буду стримить на этом канале, поэтому всех вас жду в 6 часов вечера по Москве в следующий четверг. Обязательно напишите мнение о данном событии, что вы ждете от него, ну, а также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы поддержать его. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok